Раньше на этом месте в деревне Курилиха Лежневского района располагалась ферма. Теперь здесь территория компании Стандарт Пласт, уникального производителя шума, вибро- и теплоизоляционных материалов. Даже телекамерам снимать разрешено не все. Например, в цеху вибропласта часть оборудования спроектировали собственными силами, и конкурентам пусть и беглая съемка может очень пригодиться. Впрочем, Стандарт Пласт в своем сегменте в России лидер. Вдруг предприятие 60% рынка. Примерно 15% производимых изделий уходит на экспорт в Европу, Азию и Америку. Развитие идет достаточно активно, но что интересно, не только на вторичном рынке, но и на рынке сборки. Это сборочные заводы автомобильные и так называемая белая техника. Ну и плюс еще лифтовое производство и с свободным строением мы тоже завязались. Не просто продать материалы, а решить проблему заказчика в целом – один из принципов работы компании. А потому и к кадрам особенный подход. Светлые головы начинают присматривать еще на студенческой скамье. Совместно с хим-университетом открыли свою кафедру. Желающих было 50 человек. Принять смогли только половину. В следующем году начинается целостный такой семестр, полный уже. И мы рассчитываем, что эти ребята к нам придут. Губернатор с визитом на стандарт власти уже третий раз. Поводом к этой поездке стало ЧП, которое случилось в начале июня. В одном из цехов произошел серьезный пожар. К счастью, никто не пострадал. Работу в полном объеме восстановили уже на следующий день. В значительной степени мой приезд связан с чрезвычайной ситуацией, которая возникла на предприятии. Пожар, честно, когда я узнал о нем, то очень заволновался, потому что к этому предприятию отношусь очень позитивно. Действительно, работают энтузиасты, работают, выпуская уникальную продукцию, стабильно держат рынок. В том, что поводов для беспокойства нет и поврежденный огнем цех уже ремонтируют, губернатор убедился лично. Единственное, на что пожаловалось руководство предприятия – очень дорогая электроэнергия. Павел Коньков обещал обсудить этот вопрос совместно со службой по тарифам. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Лежневский район.